Выставка картин для заключенных в колонию под Энгельсом привезли работы известного художника и философа Николая Рериха. Какими кажутся знаменитые горные пейзажи Рериха в неволе, узнала Юлия Шишкина. Не надо забывать, что Рерих был художник-символист. И все не просто в его картинах. И вот этот символ препятствий, символ преодоления, символ того, что человек может преодолеть, он здесь как раз очень хорошо представлен. Слова о преодолении для этой экскурсионной группы имеют особенный смысл. Выставку работ художника и философа Николая Рериха привезли в Энгельскую колонию номер 13. В самом людном месте в фойе местного Дома культуры развесили 20 репродукций. На них старцы и святые, горы и любимые Рерихом Гималайи. Это благотворительный проект Саратовского культурно-выставочного центра «Радуга». Организаторы говорят, что просто хотели сделать хорошее дело – нести культуру в массы, даже ограниченные колючей проволокой. Люди – это люди. И люди могут быть в разных ситуациях. И то, что он сегодня находится здесь, это не значит, что он должен здесь находиться и завтра. Экскурсию было мне самой проводить очень интересно, потому что когда видишь живые глаза, и когда видишь, что люди интересуются, хотят это узнать, спрашивают, задают вопросы, и сами уже что-то знают. Это очень важно. А вот почему она не подает ему руку? Кто-то может ответить мне? Да, конечно. Я вот как-то одно время интересовался. Но чтобы каждый человек сам смог преодолеть свой страх, какие-то трудности, чтобы достичь определенной ступени и добраться к вершине. В колонии номер 13 более тысячи заключенных, а на особого режима. Уголовные статьи у всех серьезные. Рецидивы краша, разбой, убийства. Сроки заключения от полутора до двадцати восьми лет. Сергей Лежнев отбывает 14. Он москвич. Жил недалеко от Ритяковской галереи, но ее завсегда-то им не был. А теперь пригляделся к Рериху. Картина «И мы несем свет» наводит заключенного на философские мысли. Прежде всего, что такое искусство. От отсутствия искусства происходят все беды. Культуры просто человеческой. То есть дающие, зажигающие сердца, соответственно, свет в глазах появляется. Есть эффект уже. Кто-то заинтересовался в библиотеке. Как бы приходят, спрашивают какую-то информацию о Рерихе, что есть о другой живописи. Учитывая, что у нас не очень много книг, сейчас будем пополнять библиотечный фонд в данном направлении. Передвижные выставки картин разных художников и лекции от центра «Радуга» путешествуют по всем 13 колониям Саратовской области. Заключенные и сами выходят с предложениями. Например, после Рериха колония номер 13 просит привести картины Ван Гога, фотографии видов Саратовского края и что-нибудь на тему «Звездного неба». Юлия Шишкина, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.